когда в ирландию слушай когда в ирландию по моему там просто нечего делать если честно дыра тут реально дыра не смотрите друзья когда меня спрашивают когда в киев когда в москву это понятно но когда в ирландию когда в брисбан когда в брисбан когда я не знаю там в какой слушайте кого вы там вообще у меня возникает вопрос что вы там делаете в ирландии вы нет поймите я не могу без секса жить и без молодых сосок и я не могу жить без ощущения что их просто в изобилии вокруг меня понимаете вот просто банально это даже знаете как бывает я помню это же прилетаю с бразилии в киев там меня сперва штырит две недели я жарюсь 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 со всеми кого вижу вообще потом у меня дела я два месяца вообще в делах там иногда встречаюсь девчонками но редко и я понимаю что в принципе ну разница нет там бразилия или в киеве что загружен очень сильно но вот это вот ощущение когда ты выходишь на улицу вокруг тебя куча красивых сосок в изобилии все все хотят да она она ну просто это приятно и вот так классно жить извините когда выходишь в берлин берлине либо ничего плохого против немок и немцев не имею но извините друзья это не делаем так нельзя так жить нельзя я считаю что человек вот мужчина должен жить в изобилии в таком просто выходит и просто огромное количество красивых кисок сосочек просто вот это москва киев минск да вот это это города в которых это есть люди которые значит говорят давай к нам в ирландию ну мы с вами там что соберемся я вам открою свой телефон ну как это обычно бывает как бы вот на встречу там в тель-авиве например когда был в нью-йорке я приезжал и открываю свой планшет там показываю ну вот как я живу а во что а у нас один раз в тель-авиве была встреча с моими фанатами я приехал туда ну и я открываю свой ноут и показываю смотрите вот у нас такая туса такая туса такая туса такая туса вот тут пять телок тут я и 16 телок тут то все третье десятое там порно всякое так далее вот связка порка и так далее и значит сидит там человек 20 было на пляже там чилим и один из них говорит час алекс я открою свой ноутбук я тебе покажу как мы тут чилим и какие у нас тут успехи и знаешь что ты увидишь я говорю ну давай что них это качок потому что у нас тут тёлки все и начинают рассказывать что них мрази твари короче там что просто ну короче женщины не такие как в киеве или в москве это правда так есть у нас есть один чел который в америке да он был стильмакс проходил у тебя не буду имена говорить все его уже знают потому что его на рынке мудаков выставили да который в москве сейчас живет вот он когда в америке проходил тренинг стильмакс там в америке у него было два зачета в месяц вот москве у него он прилетел в москву 5 от 3 до 5 зачетов в день там было когда вы дико перло сейчас поменьше но тоже там по два по одному по два там иногда иногда у него бывают неудачи да понятно там ноет сидит жалуются что неудача часто успехи так далее но вот помню такой момент когда там значит он пишет меня прет пять зачетов в день вот то есть разница космос сейчас там насмотрю там у них посты короче я и пять девочек поехали там в белоруссию там что-то тусить да вот как человек зажил после нью-йорка когда он просто там зубы на полку складывал да просто вот я это 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 конкретно реклама киева москвы там минска что вы дрочите в ирландии там нечего сука делать там нет красивых телок там выходишь на улицу а знаете смотрите еще такой момент вот недавно я гонял в калининград для того чтобы тошку этой тачке сделать значит проезжаю польскую границу и там значит на польской границе стоят пограничницы ничего против польских женщин не имею но стоят такие хорошая жизнь хорошая жизнь в европе сало много еды классные всякой разные очень хорошо такие под 120 килограмм вот ну и где-то лет по 30 40 может 50 проезжаю границу думаю интересно меня сейчас встретят погранцы там мужики короче такие русские с водкой ничего подобного значит подъезжаю границы девочки 19 лет модель с накрученными волосами с губами на помаженными пахнет вкусным дезодорантом это пограничница она своими белыми руками с бархатной такой нежной кожей взяла у меня паспорт так что докоснулась аккуратненько до моей ладошки я чуть сука не кончил и это началось только там столько телоках они начнут прямо с границы прям начинается это да у тебя встает это заезжаешь в россию сразу ну правда там понятно дырявый асфальт там в разруха бабушки по улицам мужики пьют водку и деградируют морально ну телки красивые все начиная с границы ну я там поделал свои дела обратно еду меня опять выпускают эти телки вот и опять я подъезжаю к польше и опять я вижу довольных счастливых польских женщин вот у меня так сразу припал ничего против польских женщин не имею серьезно нет послушайте ну я понимаю да там больше в варшаве есть модели есть украинок до хренища там которые тусят тоже они все они все с киева приехали из одессы но от хорошей жизни женщин красивых не бывает это факт для того чтобы девушка была красивая нужно чтобы она была голодная бедная мечтающая с и чтобы был такой недостаток мужчин в стране до что она чтобы она была вынуждена делать фу мейкап чтобы выйти за хлебом потому что даже когда она выходит за хлебом значит купить хлебушка себе в магазин в копейку там пятерочку вот потому что кушать хочет у нее может быть шанс встретить того самого меня который возьмет ее увезет и она поэтому 10 лет там своей жизни там с 13 начиная будет делать фул мейкап и она будет красивый и смотрите еще важный момент так как в россии люди бедные да и женщины эти бедные и у них нету денег они постоянно сидят на диете интервальное голодание у них просто бай дефолт то что жрать и поэтому вот что такое интервал когда интервал это то что на чем я сейчас сижу нужно не есть 16 часов и 8 есть 8-часовое окно питаться в 16 не питаться так в россии во многих регионах просто по определению интервал к потому что тупо жрать нечего поэтому они там очень красивые тёлки и поэтому когда ты приезжаешь туда ты просто вот и человек приезжает из нью-йорка снимает хату москва сити да и толпы бабы идут к нему в хату просто топами им хочется есть они мечтают что он на них женится и увезет их в нью-йорк и поэтому у него 5 секса в день с новыми девицами каждый из них рассчитывает на то что все будет продолжение любовь морковь это же круто ну просто это золотая страна какая ирландия какая германия каким какой brisbane друзья мои лучшая страна для съема женщин это бывшие ссср вот все все республики бывшего ссср ну не все конечно там нет армению не берем грузию не берем понятное дело там тоже красивый да но там их сильно меньше смотрите больше чем москве то есть но 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 первое место я все-таки считаю до сих пор я фанат москвы да я считаю что первое место это москва второе место это киев третье место это одесса вот так распределить это города в которых ну просто это это города секс секс туризма о в нью-йорке информация поступила движ особенно вокруг кастингов и вечеринок возможно возможно есть такое возможно но что такое движ вот давайте так же такой движ мне многие там спецы рассказывают вот у нас тут девушки есть вот нас то сколько ты конкретно сколько штук ты в нью-йорке движ движ это вот эта херня движ эта херня вот у нас движ вот у нас тусовки вот у нас девушки это поэтому берет сколько конкретно секса происходит с ними вот только это имеет значение но если ты девушка понятно девушка в нью-йорке конечно женщинам наоборот надо валить из россии там украины белоруссии из этих стран вот им хорошо в нью-йорке сто процентов там я заметил по женщинам только она свалила через год как эдди мерфи рассказывал да через год она была нищая сидела и голые жопы на зебре как он говорил и горит а через год она уже независимая женщина которая в рот что про нидерланды можешь сказать смотрите все для меня все страны европы абсолютно плюс-минус одинаково если сравнивать их с странами украина белоруссия россия с точки зрения именно соблазнения абсолютно одинаковые страны ну польша сильно лучше 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 из всех европейских стран это польша лучше это под просто потому что туда украины куча приехала все вообще я вам скажу мой опыт путешествия жизни в других странах и так далее показал что лучшие лучшие женщины в мире это русские женщины у славянские скажем русские украинские белорусские так давай дуй сюда много жирных там где в нидерландах да есть такой я серьезно я просто не знаю как к этому относиться но даже в бразилию прилетаешь и там много жирных а в киев приезжаешь ко все худые все худые а я люблю худых ну потому что ну я сам худой короче мне как-то вот не иногда можно жаробастину какой-нибудь от трахать глаз кстати вот смотрите тоже такой момент украинки приезжающие в польшу в германию нидерланды так далее они становятся жирными они как бы впитывают местную культуру да и жиреют просто вот так вот так вот такой встречаешься с ней ну общаешься с многими общался встречался раз через год встречаешься она уже плюс 30 кило это такой слушай и ты такой говоришь ей уже не хочешь обратно в киев а чё там делать нет нет тебе надо но неприлично сказать что скинь 30 кило потому что а чё это она будет скидывать 30 кило на кой хер ей когда она королева будет даже если она будет 120 весит в берлине она будет королева там там в берлине любая королева вообще за собой следить не обязательно да потому что мужиков вокруг нереальное количество классных все богаты зачем ей за собой следить вообще вот когда ты в киеве да там вообще очень мало осталось мужчин все на фронте то же самое в москве жопа кстати на конкурсе красоты вот мы с ребятами были там короче украины привлекали они их официально не могут привлекать полячки такие страшные ничего общего ничего против честно польские женщины сука не такие страшные что приходится украинок привлекать для того чтобы хоть как-то разбавлять это но друзья мои эту же историю я слышал от моего друга фабрица который всю жизнь проработал модельным скаутом и когда границы открылись с ссср развалился границы открылись они поехали в киев и автобусами с киева вывозили женщины что они с ними делал а них привозили на подиумы на ход кутюр на французскую замечательную разные там телевизионные шоу пара про моду и так далее и делали вид что это типа француженки хотя они не говорили ничего они в основном только ходили по подиуму там представляли одежду и так далее да и поэтому им делали там визы вид на жительство делали да потому что там по закону там был такой косяк что в каких-то крутых местах нельзя было контракт заключить если у нее нет гражданства или там разрешение на работу поэтому приходилось даже иногда замуж выходить фиктивно чтобы получить разрешение на работу чтобы работать просто моделью вот и он говорит если ты посмотришь на шоу разные там подиумы так далее франции там вот как раз того времени то вдруг неожиданно огромное количество красивых француженок появилось тогда в то время это все из киева оказывается вот так что